Их не звали. Тут разве до них, ведь девчонки в войну не играют, Им все больше наряды, да вальс полуночный. Но зажгли бортовые огни лучшей доли, Себе не желая нашей дочки, страны нашей дочки. И пронесся их вальс вихрем огненных трасс, А дом далеко-далеко, и мир далеко-далеко, По плоскости стук сапог. Девчата, вернитесь в срок. Молодец, Оль, повенчаем их. Молодец. 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 Повенчаем их. Значит, когда вы прилетали, она ещё? Жива была. Я же тогда именно вас увидел в госпиталь. Они могли бы увидеться в последний раз. Как он погиб? Девчонки, улетели! Отлично! Чижин! Пес, погоны закончились! Сейчас! Куда? Делаем! Бейерверк устроим! Боя! 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 Боя!letsи! Борт ли уходим! Уходи! Боя! Пришла! Весь в ночь, сколько из них нет! Весь 이해. Весь... Вольно. Вспоминайте. Так точно. Присядете, товарищ полковник. Ну, рассиживаться особо некогда, но упомянуть усопших надо. Я не буду. Красивая была пара. Наверное, были бы красивые дети. Земля пухла. Ну, как устроились? Обживаемся. Да, это заметно. Из Москвы прибыл генерал Ненароков. Капитан Макеев, капитан Звонарева с нами. Есть. Чтоб я вот этого больше не видел. В квадратах 664, 665, 666 расположен особо секретный объект. По нашим предположениям, там проводятся приближенные к боевым испытаниям химического оружия. Была предпринята попытка захватить район, в котором находится секретный объект. Был нанесен массированный удар силами двух танковых полков, поддержанных десантом. Но операция провалилась. Наша задача – найти слабое место в кольце окружения, одновременно получить сведения об этом секретном объекте. План начала операции у командования имеется. Воздушная разведка. Можем попробовать обойтись одной машиной. Полечу я, а за штурм на лейтенант Шевченко. Это детали, я не возражаю. Товарищ генерал, считаю целесообразным, чтобы моя разведгруппа пошла в этот район, к этому объекту. Целесообразнее дождаться результатов разведки. В этом районе пять разведгрупп сгинул, без толку. Ну, готовьтесь к полетам. Есть. Вопросы? Нет вопросов. Хорошо. Тихо. Не злись. Это приказ. Потом ты же понимаешь, что разведка с неба эффективнее. Машина готова. Ну да. Наверное. А мне каково? Ждать. Ну, ты узнаешь на опыте, что такое ждать. Пешеход. Ну, товарищ капитан, не увлекается. Есть, товарищ капитан. До свидания, товарищ капитан. До свидания, товарищ капитан. Иди. Тихо. 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 Дорожу до вашего сведения, что лампадку зажгла. Семенова, она же поставила, ох, у тебя и почерк. Поставила свечи. А капитан Макеев сказал, что всё равно кому молиться, Богу или товарищу Сталину. Прям так и сказал. Примерно. Дурак. Товарищ майор, можно выпить? Побрезаю. Жарко. А что звонарёва? Весь вечер молчала? Да, не возражала. А вас только звонарёва интересует? Не только. Ага. 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 Свет погасить. Как там? Нормально. Можно лететь к объекту. Поняла. Кто-нибудь видно? Почти ничего. Сейчас пойдём ниже. Нет. Не надо. Могут обстрелять. Прискнёт. Катя, это всё было. Да! Надо возвращаться. Поехали! Поехали! Я тоже чаю хочу. Садись. Почаём ничем. А вы отвернитесь, я оденусь. Да ладно тебе. Пойдёмте, я речи не люблю. Скоро подлетим? Не знаю. Ну и знал бы, не сказал. Что? Думаю, может мне обратно в механике перевестись. Что я дура в эти летчицы рвалась. Или возьмите к себе в адъютанты. А товарищ майор? Будем с вами каждый утро чай пить. Не положен мне адъютант. Страшно? Да. Очень. Я как представлю, что лезть в эту картонную коробку и… Помогите, пожалуйста. Не бойся. Не бойся. Похоже, пиздокровок. Ничего, налетим? Куда? Вижу хорошую поляну. Вроде чисто. Сядем на минуту, посмотрим. По-моему, пули тройней смело. Похоже. Где была? У механиков? Ну, я же раньше механиком была, а только потом на штурманы выучилась. Пусть… Пожалеешь, что выучилась на штурму? Нет. Ладно, спасись. Да, тройник. Давай аптечку. Попробуем снизу подобраться. Починимся и полетим. Сегодня нужно сведения доставить. Эх, Галка. Зря я тебя не послушался. Держи. Эй, прогуни! Осторожно. Мы за линией фронта. Что вы здесь делаете? Так мы тоже за линией. У нас вынужденная посадка, а у вас? У нас тоже вынужденная. Только остановка. Если не предъявите документы, не скажете в чем дело, мы будем стрелять! Это после того, как вам так повезло? Что значит повезло? А то и значит. Машинка-то у вас легенькая. Не для этих грибочков-то. Яснее! А что? Яснее некуда. Вы на противотанковое минное поле сей. Плохо выглядите, товарищ полковник. Зато ты сияешь, как от жены вышел. Докладывай. Докладываю. Самолёт Звонарёва и Шевченко в качестве штурмана вылетел на задание в три часа ночи. Вернуться они должны были два часа назад. Ну? Этого не произошло, товарищ полковник. У меня есть сомнения. У тебя всегда есть сомнения. Конкретно. Радиосвязь, установленная с одним из наших подразделений, позволяет утверждать, что их самолёт видели в заданном районе. Так. Как? Обратную линию фронта он не пересекал. Значит, либо их сбили, либо они сели на территории противника. К чему ты клонишь? Моральный климат в полку, товарищ полковник, не вызывает нареканий. Спасибо. Но это особое подразделение, и оно… Товарищ полковник, разрешите начать поиски экипажа отправленному в разведку? Ну, вот сами видите, товарищ полковник. Без вызова, без доклада. Полная анархия. Что это? Мой доклад о политической диверсии, которая была подготовлена дочерью репрессированных священнослужителей, Ольгой Семёновой. На так называемых поминках по погибшим в бою комсомольцам Базаиде и Солышко. Вы, наверное, из того полка, что в окружение попали? Да пусть. Да пусть. Так это мы ваши позиции облетали. Крепко вас немцы обложили. Ага. Значит, наши. Крепко вас немцы обладали. Ну, вот. Пошли. Пошли, пошли. 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 Что у нас такое? Найти пути прорыва и загружения. У нас почти такое же. Мы были в разведке, с помощью наших сведений в штабе армии определяют место для удара, чтобы вывести вас из окружения. Да мы вас хоть на руках донесём. На руках? Не надо. Крачков в карту подай. Давайте сверим сведения. Я уже устала повторять. Людей не дам. Нету. Заняты. Ну а как же я провизию провезу? У меня вон две девчонки всего лишь. Разговор закончен. Можешь что теперь делать, а? Ты же вообще никуда не ехай. Ваня, Алексей! Вы не сильно заняты, а? Вообще-то заняты, но готовы помочь. Тогда поехали с нами. Ага, грамотно. Смотрите, мы вот здесь. Если эти поля на десять километров тянутся, нам не прорваться. А мы этот район как самый удачный для прорыва отметили. Что же это получается? Мы своих прямо на минные поля завели бы? Да ладно, не завели же. Так, ясно. Задача такая. Будем обходить эти грибочки. С нами поедете, девушки? Только в кабине грязно, на броне придется. Ну и что, зато с ветерком. Поехали. Поехали, поехали. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так она и вышла замуж. А я тебе штрафник. Слышишь, что все на конце лета, что ты все молчишь? У меня жена летчица, героиня. Ну ты что? Ты, наверное, тоже герой, да? Герой, штаны с дырой. Я пока не скуплю, к ней не сунусь. Саша, а ты не боишься, что я тебя раньше шмальнул? Не боюсь. Я письма и через день пишу, чтобы потом не стыдно было при встрече. Чтоб знала, что я ее помню и сыну. А, понятно. Трясен! Ну, извините, готовы аст на аэродром. Понимаете, каждый видит. И, наверное, дамочки первых фактов, как Шукулевского разносит. А у нас так вот. Извините. А вы как в темноте-то летаете? А мы как кошки. Так и летаем. А, ну да. А, ну да. Товарищ старший лейтенант! Маленький! Это меня! Ты чужёна! Галя! Галя, что с тобой? Галя! Что? Ой, какая новая! Слабость! Нормально? Это от усталости! Когда гудя, такое бывает! Ну, а чё с провизией? Здесь недалеко. Там же было. Пистолет! 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 Быстро! Тормози, тормози! Пистолет! 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 Ты как? Лейтенант? Нормально. Парни, помоги. Пистолет! Спас меня! Кровь, как мы скопили! Кровь, как мы скопили! Ну, раз обогнули, вырываемся на оперативный простор. Поехали, Миша! Пистолет! Какая фамилия бойца? Не знаю, товарищ военный врач. Нам ехать нужно. Я понял, стоп. Подождите, подождите. Тихо, 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 родной. Хорошо, хорошо. А ваша как фамилия? Лейтенант Орга Семенова. Вторая эскадрилья авиаполка. Гребреждурщик. А, я понял, понял. Соседи. Иван? Да, я. А вы как себя чувствуете? Да я, собственно, доктор, не… Молодцом, молодцом. Молодцом. Воюй, боец. Поехали. Что, теперь в комендатуру? О штрафниках предупредить надо. Да. Капитан, жди, пойдем. Ага. Батюшки. Сейчас. Сейчас, сейчас. Сейчас, дорогая. Пойдем, пойдем, пойдем. Батюшки. Давай, давай, давай. Заводи козу. Давай, давай. Накаркал. Сказал, что немцы село обойдут. Пойдем. Накаркал. Оптимистический вариант предположим. А, предположим. Пойдем, пойдем, пойдем. Стой, Вань. Пойдем, пойдем. Вань, стой-ка. Пойдем. Кажись, наши. Здорово. Батаряне. Наши что? Да свои, свои. Дайте что-нибудь перекусить, а? А то мы с позавчера ничего не ели. Ну-ка, сейчас. Погодите-ка. Ой. 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 Спасибо. Я вам скажу, война войной, а мы со старухой с хутора не ногой. Времена лохие. Только вот вернешься, как хозяйство сразу к рукам приберут. Немцы что с хозяевами, что без хозяев. Все к рукам приберут. Они сюда не заглядывают. Тем более нас Боб берегет. Ой, опять свое заладил. А что говорю-то как есть. Часовню в поле видели? Угу. О, икон там. Богородишна. Вот она, матушка, нас и берегет. Да и к тому же, кому мы, старики, нужны? Вот это верно. А то все и его Богородица берегет. Берегет. Ну как это, Иван Савич, вы нам нужны. Мы без вас никуда врага не победим. Скажешь тоже. Мои люди маленькие. Ну как это, маленький? Вот мы смотрим на вас и понимаем, ради кого воюем, кого защищаем. Слыхала? Девоньки, может еще молочка холодненького с подгребка? Нюрка жирное дает молочко-то, а? Давай, тащи. Давай, давай. Держи. Эд, зелененькую мою прихвати давай. Чего? Ну, по случаю. Правильно? И понемногу и спать. Капусту. Разрешите? Входи. Дверь закрой. Садись. Ну что? Роет под вас Куракин. Вовсю. Вон. Рапорты строчит один за одним. Да и чертся. Товарищ полковник, давайте хоть какой-нибудь поиск организуем. Ну невозможно же просто так сидеть, сложа руки. Сидим-ка. Ну и как их искать? Большая часть территории под немцем. Днем наши самолеты это просто мишень для немцев. А ночью что ты увидишь? К тому же боевое задание никто не отменял. Вон сегодня ночью у девчонок по пять вылетов было. Я их сам жду. Очень жду. Ну уж. Ожидание страшная штука. Что ты проснулась так рано? Нет, мне спится что-то тревожно. Посмотри, очки ровно? Ровно. Давай проню. А, понял. Девочки-немцы. Тихо-тихо-тихо. Спокойно, беря сама. Замаролим. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я жахну не пойду. Зачем ты жахнешь-то? Ты уже все отжахнул три дня назад. Огонь не открывает. Скорей. Идем, подожди. Подожди, подожди. Скорей, скорей. Скорей, девочка. Скорей. Варя, в дом, Варя. Давай. 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 Давай, Варя. Давай, Варя. Идем. Они мем пройдут. Нас Угородица берегет. Че вы делаете? Ах вы ж безбожник Жалко стариков Кто же теперь оберегать-то будет? Палый он в первую мировую Ты че смотришь? Ты че? Палый он в первую мировую Палый он вверх Палый он вверх Палair капитал Поехали! Поехали! Уходят! Савельевич, бабку забирай! Заберем! Вон она, давай! Давай, Ваня! Давай, Ваня! Ваня! Что убрали? Спаси! Ваня! Ваня! Уезжай! Уходите! Ваня! 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 Молчать, вы с ума сошли, вы где были, вы когда должны были вернуться, а? Товарищ командир, там такое дело было. Товарищ капитан, я вам сейчас все объясню. Дело в том, что... Спасибо. Дело в том, что это мы попросили товарища, чтобы они нам помогли. Спасибо, товарищ лейтенант. В этом нет необходимости. Вы свободны. Кругом. Есть. Мы сами их ждем. Да, конечно. Что у тебя тут происходит, полковник? Здравия желаю, товарищ генерал. Разведчики пропадают во вражеском тылу. Люди куда-то уезжают. А главное, перестали давать результат. Где сведения об окруженной группировке наших войск? Капитан Звонарева и лейтенант Шевченко не вернулись в боевого задания пока. Товарищ генерал-майор, решите. С момента вылета группы прошло уже почти сутки. Надежды на их возвращение нет. В лучшем случае они погибли. Что значит в лучшем случае? Это значит лучше погибнуть, чем стать предателем. Не заговаривайтесь, майор. В самом деле выбирайте выражение, майор. Виноват, товарищ генерал-майор. Что будем делать? В штабе ждут сведений. Хороший парень. Он как переживает. А Женька, ты плохая что-нибудь? Женька вообще золотой человек. Только бы вернулась, а то напасть на нас какая-то. Хоть с глаз снимай. Вон он, за глаз сидит. Да, Поленко сейчас некогда, так он совсем распоясался. А это про Зинку Липко? А что Зинка? А то, про сыночь к нему ходила. Чего? Ждёте? А я подал рапорт, в котором признал свою ошибку. Ошибку в чём? Доверяю в выполнение ответственного задания ненадёжным людям. У вас Зумарёла и Шевченкова? Ну, о ком же ещё? Ведь горе какое. Доверить некому больше. Да, не дотянули. Ничего, что-то теперь у своих. Доберёмся. Вы с нами? Обязательно. Вы допомните наши данные. Вы ведь ночью летаем. Так точно. Я машину не оставлю. Ну, добро-то там. Оставайся. Ну что, давайте прощаться, Зинке. Мы, правда, так и не познакомились. Меня Миша зовут. Галина. Женя. Тёзки. Евгений. Ого, Женя! Фамилия, правда, у меня такая страшная. Да это она для врага страшная. Гробовой. Ого. Пора ехать! Рядовой Шевченко? Я. От имени командования выражаю вам благодарность за проявленное мужество и героизм. Ты искупил кровью свою вину. Держи. Служу трудовому народу. Поправляйтесь, товарищи. Ну что, сразу в штаб? Конечно. Тут руки помылиться. Да, девчонки, наверное, спать ещё. Мы сейчас вам вынесем мыло и воду. Хорошо? Подождитесь здесь. Извините, а вам кого? Девчонки. Девчонки, господи, живые. Господи, мы же не знали уже, чего думать. Пропали совсем, никаких следов, Полинка всего издёргали. Сарка, знаешь, как переживает. Да. Ой, вы чё такие чумазые? Что, горели? Нет, копсились. Познакомься, капитан? Евгений. Женя. Ольга. Оля. Нам бы умыться. Да, я сейчас в ведро прихожу. Ну, боже, слепой твоей. Ну, а бани-то у вас здесь имеется? А мы в село тут неподалёку ходим. Так что не побаимся, мы с вами в бане, товарищ Гробовой. Чего, правда, Гробовой, что ли? На чё, не похож? Ладно, девочки, мне до самолетов надо добежать. А решить я провожу? Разрешаю. Понравился Ольге, танкист. Ты тоже заметил? Женька! Женька! Саш! Живые? Саш! Отслава! Мы уже не знали, что думать. Вы где были два дня, а? Все хорошо. Где вы были? Все хорошо. Я вас тоже ждал. Лично меня? Да. Спасибо, конечно, но не стоило. Почему же дождался? Я всё потом расскажу. Давай, я тебе помогу. Да сам, я всё же расскажу. Всё расскажу. Просто за Патькину. Здесь? Ниже. Слушай, ты скажи Ваньке, что у них с Гальной ничего не получится? Может, он и замужил? Не маленький, сами разберутся. Вам вообще-то лучше командира побыстрее попасть. Там Куракин целый заговор раскрыл. Товарищ генерал, считаю, эти сведения нуждаются в перепроверке. Слишком много сомнительного в рассказе о наших товарищей. Например, гибель машины. Как я понимаю, она произошла после попадания осколка в моторную часть. Машина цела. Она сейчас на минном поле. На нашем или на немецком? А мины не разбирает. Свои, чужие. Это если вы вдруг не в курсе вопроса. Товарищ капитан. Товарищ генерал, не обращайте внимания. Я уже привык к такому отношению со стороны летного состава части. Не разжалобить хочешь, майор? Никак нет. А вторая часть задания? Выполнить не удалось. Машина получила повреждения над позициями во время боя. Но у нас есть некоторые соображения. Мы еще раз все обдумаем и вам доложим. Товарищ генерал, можно сделать вывод. Задание провалено, сведений у нас нет. Товарищ генерал, девушки выполняли боевое задание в составе моего танкового экипажа. И должен отметить, что выполнили его отлично. И еще, товарищ майор, у машины остался мой механик-водитель. Вы можете его опросить и сверить наши показания. Займись этим, майор. Есть, товарищ генерал. Вы обе. Рапорт мне на стол. Не думайте, что я так просто оставлю. Есть. Товарищ генерал, вешать доброситься. Товарищ генерал. Да, не повезло вам с особистом, товарищ полковник. Но мне бы до машины добраться. У меня там товарищи. Да бери ты мою машину. Только механиков я тебе не дам. У них всю ночь будут боевые вылеты. Да сами справимся. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Что за шутки, капитан? Пистолет убери. В чем дело? Это я у тебя хотел узнать, в чем дело. Чего ты к девушкам привязался? Чего тебе от них надо? Это не твое дело, капитан. Смотри, майор. Война кругом. Пуля дура. Ты умом тронулся? Ты кому угрожаешь? Дружеский советую. Оставить девушек в покое. Особенно Звонарев.